Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Почему причащаться необходимо натощак? Мы причащаемся натощак не потому, что еда является какой-то скверной, и соприкосновение с которой в твоем желудке тело крови Господне как-то осквернится. Надо обязательно, чтобы оно было пустым, и чтобы ничто его не оскверняло и ни с чем оно не соприказалось. Конечно же, нет. Дело в нашей мотивации и в воспитании нас. Просто причащение тела крови Господне должно быть для нас самым важным. Самым желанным, самым главным. Если ты хорошенько пообедаешь, позавтракаешь с утреца, первое, второе, третье, компот, кто-то еще сигарку выкурит, электронную или кубинскую, винишко нальет и в таком сытом благодушии придет в храм. Ну, давайте теперь, где там ваше тело Христово, давайте теперь еще и к моей сытости добавим еще и духовность. Чувствовалось первыми христианами, что что-то здесь не так. Ведь именно такие проблемы возникли еще во времена апостолах. Вкушали трапезу, потом причащались. Люди приходили хорошенько поесть, а причастие как-то на потом. Проповедь. Ну, ладно, это вынужденная необходимость послушать того или иного апостола, но главное — поесть. Поэтому такое отношение образовалось. Друзья мои, давайте с полуночи ничего есть не будем и подойдем к телу Христову с благоговением. Мы видим, что пост всегда на страницах Ветхого Завета и Нового Завета в жизни Спасителя предшествует чему-то очень важному. по покаянию, какому-то далекому плаванию, какому-то серьезному мероприятию. То есть человек чувствовал всегда, что для того, чтобы получить что-то важное от Господа Бога, надо принести какую-то жертву. Палец отрубать не сильно-то хочется, да, и не сильно-то надо. Вот поэтому мы просто чуть-чуть поголодаем. И для того, чтобы весь наш ум был направлен только к этому таинству. Сытое брюхо к молитве глухо, говорит народная мудрость. Голодный студент — это хороший студент. Сытый студент — это тоже хороший студент, но уже не такой прилежный. Может, студенты со мной поспорят, но оставим это для следующего раза. Поэтому, подытожим, причащаемся мы, исходя из вот таких нравственных положений, потому что это правильно. Правильно психологически — это благоговейно. Что касается таблеток. Если вы болеете, вам необходимо с утра принять натощак таблетку, то можно ее принимать. И тут есть общее благословение. Даже не обязательно своего конкретного батюшка спрашивать. Если надо принять таблетку после еды. Многие священники благословляют какую-нибудь кашку съесть, желательно пораньше, с самого утра, и после нее принять эту таблетку, идти на причастие. Тут я уже порекомендовал бы поговорить со священником на приходе, потому что некоторые говорят, что для тебя важнее твое здоровье или вера. Причастись, потом принимай свою таблетку. Господь тебе даже и без таблеток исцеления даст в виде твое дерзновения. Интересный момент. Что касается кормящих. Мужчины не знают, а уж кормящие-то знают, как страшно хочется пить. Поэтому многие священники и кормящим благословляют пить воду перед причастием. Ну, иногда даже и беременным. То есть эти моменты можно уточнить со священником на приходе или можете сразу брать себе как образ к действию. Другое дело, если вы скажете, если ваш батюшка спорш на исповеди, ты что-то ела, скажешь, ну да, ела, мне там батюшка в ютюбе благословил, он может не понять этой ситуации, сказать, а я нет. А вот иди со батюшка, батюшки своего на ютюбе и причащайся. Поэтому хорошо бы на месте решить этот вопрос. Аминь и Богу слава. До новых встреч, друзья. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok